привет друзья и вот снова я вам показываю сант мэрис госпиталь это больница одна которая находится у нас на острове одна единственная ну вот я вам сейчас показываю это северный вход он немножко выглядит по-другому я сегодня приехала опять понимаете вот на прием по своей болезни глаза обычному конъюнктивиту кто в курсе знает уже мою историю больше наверное 4 месяцев вот лечу свой глаз но и сегодня третий раз я на приеме вообще сказать конечно по правде мне капли эти помогли которые мне выписал офтальмолог после всех неудачных попыток меня вылечить моему доктору джипи вот опять же джипи может быть кто то не знает я говорю что это как бы наш типа терапевт наш да врач но это называется general practice то есть общей практике врач здесь он называется в англии джипи врач общей практики которого надо посещать всегда чтобы вы чтобы у вас не болело и потом чтобы вам какого-то потом назначили специалиста вот должен джипи вас посмотреть этот врач общей практики который как как обычно мало что знает вот как моем случае а я почему оказалась здесь вот в северной части больницы потому что парковку найти очень сложно вы знаете я кружилась наверное раза два хорошо у меня время есть прием назначен на три часа два раза объехала всю территорию чтобы найти парковочку вот такие сложности парковка платная здесь вот такой вот северный вход видите написано north hospital in транс то есть северная вход госпиталь там какой-то клоун стоит на голове непонятно почему а здесь вот смотрите такие красивые скамеечки и зайка пиликает на скрипке вот так здесь украшено скажем так а вот там сейчас подойду поближе вот эта территория это самый самый край северный край здание вот так немножко как бы отдельно стоит чтобы наверное в тишине это все было вот конечно не дай бог не дай бог туда попадать потому что там как раз выхаживают вот людей с инсультом и вот здесь вот я гуляла вот вывозила мужа сюда это вот пожалуй наверное единственное место такая терраска здесь но она довольно приятно она всегда на солнышке находится видите вот я вам показываю ее ближе подойти нельзя потому что здесь все закрыто огорожено там вот немножко дальше тоже в лавочке как вы видите то есть вот кто хочет вывозить на креслах своих вот этих больных инсультных их помогает персонал помогает усаживать на кресло каталку вот везут сюда но обычно сам персонал конечно не не заботится не возит это только если кто-то родственники приходят вывозят на солнышко я почему-то вот мужа не вывозила потому что мне было жалко что он там лежал хотя он лежал недолго здесь больницы он лежал всего месяц но мне было жалко очень его там он лежал в общей палате как у них знаете бывает вот так вот просто а задергивается такими шторами на колесиках кровать от кровати отделяется вот этими шторок шторками такими получается как бы кабинетик вот эти шторки от такого голубого цвета синего но и вы знаете в общем палата общая так скажем потому что все слышно и люди эти лежат чаще всего их отшторивают друг от друга ну там если укол или что-то такое там знаете помыть человека подмыть тогда зашторивают этими шторками а так они лежат вот в общей палате вот поэтому вот смотрите здесь даже вот я стою разговариваю с вами это солнышко день хороший но что-то никого здесь не вывезли гулять на я вывозила мужа каждый день с помощью персонала конечно понимаете что они мне его поднимали усаживали там машины такие специально есть его под руки подвязывают поднимают автоматически на машине как краном там все очень механизировано но я возвращаясь к входу уже время мне идти и здесь довольно долго вы знаете вот видите автоматика тут двери передо мной открылись и сейчас мне тут идти идти вот так вот выглядит это все посмотреть какой длиннющий длиннющий коридор это вдоль всего здания сейчас пойду очень долго идти вот вы знаете что можно конечно было и на улице пройти но я пошла внутри внутри уже вам может быть что-то покажу как обычно людей полно ну вот снова мне приходится смиренно ждать я время от времени вам включаю толпа не шевелится я уже час сижу вот я думаю что еще прошло на на минут 15 вот никто не движется четырех человек пригласили за это время все вот сколько придется еще сидеть я не знаю с глазом с этим так что друзья если вы думаете что это только в россии очереди можете посмотреть что в англии творится вот это та очередь в уголочке это на ресепшен стоят вот еще прошло двадцать минут я уже наверно час двадцать чту посмотрите здесь даже монашки ходят я обошла вокруг опять хожу посмотрите очередь еще больше сегодня вообще какой-то тихий ужас вот еще прошло 15 минут меня пригласили другой коридор у них это так вот найти наверное чтоб сильно не нервничали люди сначала там сидят больше часа потом типа того что начинается движение вас приглашают проверяют зрение такое ну там как какая-то санитар очка проверяет зрение пока дает вам такую закрывать один глазик смотреть одним потом другим и все вот какую-то закорючку ставит на своей бумажке и вам говорит посидите тут вот теперь тут я сижу 15 минут жду я уже здесь так давно сижу друзья что практически вот вот ну в общем около двух часов сейчас уже почти 5 а я пришла без 15 3 зачем так рано пришла но в смысле я пришла на 15 минут раньше у меня талончик на три часа ну вот уже без 15 5 то есть я получается сколько прождала ну почти два часа на вернее ровно два часа ой друзья вот пока сижу вспомнила еще что хотела вам рассказать уж раз у нас сегодня история пропали про больницу пропали клинику надеюсь что я когда выйду от доктора еще расскажу вам глаз у меня стал лучше я по-моему вам не сказала все таки наверное были правильные капли назначены но еще не до конца вылечился слишком запущен был эта инфекция была запущена очень сильно слишком я знаете вот вам то я как бы включаю подряд все эти кусочки моего видео я составляю их а я-то тут сижу уже два часа понимаете может быть я уже это говорила я уже что-то путаюсь да вот что еще хочу сказать вот по поводу того как они тут лечат в английской больнице вот вы знаете тоже меня что удивило я помню когда я вам самом начале видео показывала и рассказывала как муж мой попал с инсультом сюда его привезли в больницу я естественно с ним поехала на скорой помощи вот и когда его привезли из дома его там как бы так транспортировали два очень таких больших санитара не санитара не знаю но в общем они приехали вместе с этой амбуланс со скорой помощью два крепких таких мужичка они прикатили это самое слушаю кричат фамилии отвлекаюсь прикатили кресло каталку они его потихонечку с дивана где он сидел перенесли на кресло и на кресле этом каталки они его благополучно отвезли там такой есть подъемник подняли в машину ну то есть уже он не ходил когда его из дома увезли это было довольно таки быстро все сделано вы знаете и быстро довезли и доехали с сиреной как говорится с ветерком буквально домчали нас там я не знаю за 15 минут привезли в приемный покой хорошо что хоть в коридоре не ждали потому что мне говорят что даже бывает люди людей привозят на каталке и они ждут в коридоре но здесь вроде бы сразу его провезли дальше вот такое у них приемное отделение тоже все отделено большой такой как сказать большое помещение и отделено все вот этими вот клееночками такими на которые можно можно открыть можно закрыть отдернуть задернуть вот его привезли положили переложили на стол там такой как бы поднимающийся не или даже не стола может быть к кушеточка такая медицинская вот его стали раздевать пришли для санитарки вы знаете вот все настолько медленно сначала пришли пришла одна посмотрела ушла под все они же ходят все с папочками с бумажечками такими у них что-то все записывают потом вторая пришла минут через 15 вот значит стала его раздевать переодевать вот уже в такую какую-то одежду эту больничную никаких уколов ничего я говорю а вот можно узнать ведь вот когда его забирали из дома из дома с инсультом то мне так мне это говорили чем скорее довезем тем лучше будет и что надо быстрее помощь оказывать таким людям да если у них случился вот приступ да вот этот и что вы думаете они говорят на нее ничего все нормально не волнуйтесь и вот вы знаете все неспешно все медленно никаких ничего никто не назначил вот его привезли в четыре часа дня и до десяти вечера я там находилась вместе с ним и вот его ходили его по очереди там описывали сколько ему лет сколько что спрашивали смотрели слушали но никаких нет ни таблеток не уколов ничего ему не сделали вот это меня тогда немножко даже удивило вот может быть здесь они и правы вы знаете вот то что они никогда не ничего не делают в повторопях никогда никаких уколов они не делают как вот я знаю у нас например если приезжают врачи то они скорой помощи делать сразу укол там снижают давление еще столько а здесь нет здесь вам такого не будут делать и уже вот где-то наверно 10 часов представляете сколько шесть часов прошло там только какую-то ему дали таблетку под язык там что такое еще он весь лежал красный краснющий так что все происходит медленно неспешно все для меня абсолютно непонятно потому что одно дело что его привезли больницу но надо же какую-то помощь оказывать я не знаю по крайней мере вот для меня было странно что из человека привезли как можно скорее с инсультом мчались на скорой помощи с сиреной а потом когда попали больницу все затихло вообще так у них тут я опять вернулась на прежнее место людей как вы видите рассосалась но я все еще жду и не осталось практически никого а почему я жду я не знаю ну вот я в туалете уже потому что сижу невозможно долго больше двух часов друзья я сижу и жду приема боже я вышла друзья не прошло и двух с половиной часов вставляете я была два с половиной часа в очереди поверить не могу ой вы знаете еще проверяли мне глаз глаза вернее на катаракту глоукому закапал видно каких-то мне капель но он закапывал всяких разных очень много и последнее закапал я ждала сидела 10 минут и потом он опять тут проверял мне глазное дно и все это и вы знаете я сейчас вышла я плохо вижу наверное из-за капель из-за этих дурацких а не отъехать надо придется подождать посидеть ну а вообще странное дело что понимаете вот третий раз я хожу три раза уже вот сегодня третий был раз в одно и то же место вот сюда они мне назначают продолжают назначать вот этот вот значит талон к врачу а поэтмен здесь называется встреча назначение через неделю и каждый раз я прихожу и каждый раз разный доктор офтальмолог третий раз первый раз был венгерский доктор второй раз я попросила когда разговаривала с венгерским доктором я попросила говорю я иногда не понимаю и вы меня иногда не понимаете утром неба транслейтер интерпретер переводчика бы русского он говорит ой вы знаете у нас есть один русский доктор михаил я вам следующий раз назначу его следующий раз я была у михаила мы чудесно поговорили по-русски уже без проблем и он мне выписал другие капли которые мне в общем то тоже помогли но мне и первые помогли которые венгерский выписал доктор но их нельзя капать больше пяти дней поэтому сменили на другие практически глаз у меня сейчас нормально как сказать уже никаких симптомов нет вот этих вот найти который был там конъюнктивит гной всякое разно все это закончилось но а сейчас я прихожу еще третий доктор и в общем говорит что я тут самый главный начал у меня тут спрашивать какие у вас вопросы какие что я говорю да вы знаете вот все нормально в общем то вроде по лечение помогло ну хорошо тогда насколько помогло я говорю ну вот на 70 процентов хорошо на 70 процентов замечательно но еще пока пойти два дня и значит вот все в порядке и мне говорит еще какие то вопросы до свидания я говорю нет уж если я два часа тут у вас сидела очереди то пожалуйста вы уж мне проверьте потому что у меня вот подозрение на клоукому и у меня зрение начинает падать я вообще-то ведь без очков хожу друзья читаю я без очков такая молодец вот редко в моем возрасте кто-то читает без очков я читаю без очков как говорится но зато у меня минус один очки для дали уже 30 лет я их ношу и вот один глаз у меня стал как-то все хуже хуже видеть но я говорю проверьте мне и вы пишите мне тогда может быть очки какие-то правильные потому что сказали что надо с разными стеклами носить если разные глаза то есть вот один видит лучше один видит хуже но он сказал нет очки это не у нас это идите опять куда-то вот в аптеку vision экспресс там вам все это пропишет а мы очки не прописываем вот так друзья на этом мы закончили вот но я иду сейчас машина моя два с половиной часа уже на парковке придется мне платить уйму наверное все уже тогда пока пока до следующего раза берегите себя а